Шахрам Джамшидович Гиясов, узбекский боксер, родился 7 июля 1993 года, Бухара, Узбекистан. Серебряный призер Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира 2017 и чемпион Азии 2017 среди любителей в весе до 69 килограмм. Лучший боксер Азии 2017 года среди любителей. В профи в апреле 2019 выиграл чемпионский пояс WBA International в весе суперлайтвейт до 63,5 килограмм. Количество боев 8, количество побед 8, побед нокаутом 6, поражений 0, нищих 0, шахрам Гиясов о своем успехе. Мой отец и дядя всегда стремились стать великими боксерами. Но в их юности было другое время, другие возможности, поэтому исполнить эту мечту им не удалось. Но когда родился я, они решили сделать меня спортсменом и посвятить этой цели полностью самих себя, чему сейчас я очень благодарен. Потому что смог воплотить в реальность мечту сразу двух своих родных и дорогих мне людей. Я начал заниматься в пятом классе. К тому времени наши земляки Мухаммад Кадрабдуллаев и Аббос Атойф уже заявили о себе на мировом ринге, став призерами и чемпионами Олимпиады. Я смотрел на них и, будучи маленьким мальчиком, мечтал когда-нибудь получить возможность защищать честь своей страны на Олимпиаде. Я хотел принести золото своему Узбекистану. Я хотел оправдать все надежды и исполнить свою самую заветную мечту – быть чемпионом своей страны. Карьера в профи 3 марта 2018 года в Нью-Йорке промоутерская компания Андрея Рябинского «Мир бокса» подписала эксклюзивный промоутерский контракт с двумя перспективными боксерами-любителями из Узбекистана. Серебряным и бронзовым призерами Олимпиады 2016 года, 24-летним Шахрамом Гиясовым и 23-летним Мураджоном Ахмадалиевым. Менеджером обоих стал Руслан Хусинов, а тренером – Джастин Гамбер. Оба боксера начали профессиональную карьеру 10 марта 2018 года досрочными нокаутами. Еясов на сцене старого Нью-Йоркского театра «Кингс Театр» в Бруклине уже на 8-й секунде первого раунда ударом у печи нокаутировал аргентинского боксера Николаса Веласкеса. А 21 апреля 2018 года там же победил опытного венгерского джарнимена Агабара Гарбича после успешного старта в профи в мае 2018. Года оба боксера были приняты президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана Умидом Ахмаджановым и согласились выступить за страну на Олимпиаде Токио 2020. Как известно, в июне 2016 года Международная ассоциация любительского бокса приняла решение разрешить профессиональным боксерам выступать на Олимпийских играх. Между тем, очередной свой бой Шахрам Гиясов провел 14 июля в Лос-Анджелесе против мексиканца Даниэль Ичеверлия, проигравшим за последние два года четыре боя подряд. Узбекский боксер отправил его в нокаут уже в первом раунде. Следующий бой Гиясов провел 18 августа в Калифорнии против боксера из Ганна Альберта Минса по прозвищу Торнадо и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде. 22 сентября на Уэмбле-арене в Лондоне Гиясов в четырех раунде впечатляюще нокаутировал еще не битого неграгуанца Хулио Лагуну. 24 ноября 2018 года узбекский панчер в Атлантик-Сити, США, уже в первом раунде после нокдауна нокаутировал мексиканца Мигеля Замудио. В 2019 году Гиясов спустился из весовой категории Уэлти Рейт 66,7 килограмма до категории Супер Лайту Рейт 63,5 килограмма. И 23 февраля 2019 года выиграл техническим нокаутом в пяти раунде в Тихуане, Мексико, у местного 36-летнего боксера Эдгара Пуэрто. 26 апреля выиграл свой первый титул WBA International BC Супер Лайту Рейт, победив в 10 раундах единогласным решением судей чернокожего американца Эммануэля Тейлора.